Счастливо так, будто выпал джекпот. На лицах улыбки. Трудовые мигранты из Узбекистана упаковывают свои вещи. Последний месяц они провели в Астраханской области. Возвращались из Питера и Москвы. И вот, наконец, две сотни работяг попадут на родину. Сложности возникли в связи с тем, что Республика Казахстан в связи с усилением эпидемиологической ситуации по коронавирусу отказал в проезде через свою территорию частному автотранспорту. Не мы такие, жизнь такая, могли бы сказать казахстанские пограничники. Вместе с тем, месяц в Астраханской степи не выглядел для мигрантов чем-то вроде собачьей жизни. Их привитил владелец кафе для дальнобойщиков, что расположено близ трассы. Бесплатно они жили. Больше месяца почти. Потерпели. Чё, люди же всё равно. На улице же не выбрались. Они купались. Там душ у нас. Женские оденние туалеты. Тоже душ. В качестве ночлега кто-то предпочёл собственное авто. А для кого-то хозяин выделил целый дом. Правда, без отопления. Мигранты располагались на койках по периметру всего помещения. Для женщин их в бригаде около 10 человек. Отдельная комната. За порядком следили строго. Разработали даже систему штрафов. Вот там интересная надпись есть такая. Мы её, конечно, показывать не будем, потому что она так написана. По-хулигански, я бы сказал бы. Написано, чтобы не ходили в туалет в пластиковую посуду. В общем, если так выразиться. Да, да, да. За это тоже, наверное, штраф, да? Да, чтобы чистота была. Сабир уточняет, за время проживания никто оштрафован не был. Наоборот, мигранты отличились достойным поведением. У хозяина и приезжих довольно быстро возникли дружеские отношения. А местные жители, узнав о вынужденных туристах, помогали им, чем могли. Кто-то бараны привозит, кто-то рыси привозит. Ну, астраханский народ поддерживал нас. Кто там хлеб, кто там яйца, все помогают. Претензий к мигрантам у правоохранительных органов не оказалось. С рабочими визами у тех был полный порядок. К решению непростой ситуации быстро подключились представители областного правительства, которые в первую очередь позаботились о бытовых условиях постояльцев степного кафе. Медицинские справки, ковы, мы все проходили здесь. Даже вот по четыре раза проходили. Параллельно между дипмиссиями дружественных стран начались переговоры о возвращении граждан Узбекистана на родину. Появился слух, будто пересечь российско-казахстанскую границу можно именно в Астраханской области, в пункте пропуска Караузек. Поэтому мигранты из разных регионов устремились сюда. Пересечь границу пытались несколько сотен человек. Безуспешно. Казахстан ввёл запрет на въезд на свою территорию автомобильным транспортом в связи с непростой эпид-ситуацией. Позвонили ребята, что с Астраханской границы пропускают, через Казахстан пропускали. И мы поверили, приехали сюда. Это вопрос к стороне Казахстана. Почему, например, кого-то пропустили, а других не пускали. Вот это накопление с этим и здесь получился, в принципе. Задачу по транспортировке мигрантов в итоге решили дипмиссии России и Узбекистана. Остерство иностранных дел Российской Федерации совместно с правительством Республики Узбекистан заключило соглашение об отправке железнодорожных вагонов пассажирских с территории города Волжского Волгоградской области транзитом через Казахстан на территорию Республики Узбекистан. Чтобы доставить работяг в Волжский, где они пересядут на поезд до Ташкента, правительство региона предоставило целый ряд транспортных средств, предварительно снабдив людей ещё и продовольственными пайками. Получив столь тёплый приём, группа мигрантов отправилась в не менее тёплый Узбекистан, попрощавшись при этом с холодной астраханской осенью. Артём Лепёхин, Руслан Асанов, Центр новостей.